В аварии, которая произошла в посёлке Горького у одноимённой остановки, тяжёлые травмы получил несовершеннолетний управляющий мопедом. Двухколёсная «Хонда Дио» попала на арестплощадку. Сам нарушитель – в больницу. 15-летний юноша угодил в ДТП ночью, в половине второго. Он мчался по главной дороге со стороны улицы Крупской. С курса тинейджера сбил водитель встречный «Тойоты Чайзер». Иномаркой управлял 32-летний мужчина. На перекрёстке ему нужно было свернуть налево, на улицу Новую. Светофоры работали в ночном режиме. Мужчина говорил автоинспекторам, что не видел оппонента, а потому смело приступил к манёвру. Фара на мопеде не горела. Похоже, что её попросту не было на «Хонде». Ребёнка госпитализировали у него осложнённые переломы обеих ног. Шофёр иномарки прошёл освидетельствование без компромата. Чего не скажешь о его юном оппоненте. Подросток был в лёгкой степени опьянения. За данное правонарушение совершеннолетний и его родители будут привлечены к административной ответственности. По делам несовершеннолетних это ненадлежащее воспитание. А по линии госавтоинспекции также родители будут нести ответственность за передачу права управления. Предположительно, разбитый в аварии мопед принадлежал 16-летнему другу пострадавшего. С ним же подросток и выпивал накануне ДТП. Полицейские связались с матерью раненого. Женщина рассказала, что воспитывает сына одна и уже не раз ловила его за рулём двухколёсной «Хонды». Повлиять на ребёнка она никак не могла. Вместе с тем нести ответственность за столкновение придётся именно горожанке. Что касается водителя Чайзера, то полицейским нужно будет провести эксперимент, с помощью которого установят, была ли у мужчины возможность избежать столкновения.